Всем новогодний привет! За окном кружится снег, украшены улицы, а повсюду запах ёлок и мандаринов. Как же хочется поскорее услышать бой курантов! Подожди, всему своё время. Новый год наступит через несколько дней, а вот первый выпуск программы «В курсе» начинается прямо сейчас. В студии Лина Шагаева и Михаил Ашов. Алина, скажи мне, пожалуйста, как понравится девушке? Во-первых, мужчина должен уметь рассмешить свою даму. О, с чувством юмора у меня всё отлично. Смотри, никто не терял пачку денег, перевязанную проволочкой? Я тут как раз проволочку нашёл. Да, как же хорошо, что наш корреспондент Екатерина Федосеева побывала за кулисами съёмок Кубка Мэра КВН. Смотрим внимательно, как это делают профессионалы. Кубок Мэра Москвы звучит громко и почётно. В этом году за него поборолись 12 сильнейших команд, в их числе и сборная МФЮА. Именно по этому тернистому пути все участники поднимаются на сцену. Пойдёмте, я вам покажу. Съёмочной группой, которая посчастливила сегодня оказаться за кулисами самой масштабной и самой долголетней телевизионной игры КВН оказались мы. Прямо сейчас вы увидите, как рождается та картинка, которую мы видим на экране. Безостановочный мозговой штурм, огромное количество бессонных ночей, постоянный поток идей, дискуссий, волнения. Всё это сопровождает участников КВН на протяжении отнюдь непростого, но интересного пути. В этом году мы принимаем третий раз участие в Кубке Мэра. Первый раз мы принимали в 2014, в 2015, в 2016 пропустили, вот в 2017 году. В этом году мы играем в конкурсе. Придумать шутку занятие далеко не из лёгких. Тем более, когда вокруг такая конкуренция. О том, как с этим справляется сборная МФЮА, спросим у самих участников. Если что, он в юморе вообще не разбирается. Да. Ребята собираются на квартире, я тоже приезжаю, делаю им кофе, чай, штудируют новости, что произошло в мире. И на основе этих актуальных новостей раздают задачи друг другу и придумывают, набрасывают юмор. Теперь вы знаете всё о закулисе самой масштабной телевизионной игры. Ну а мы надеемся, что ещё не раз увидим нашу команду КВН на телеэкране. Екатерина Федосеева, МФЮА-ТВ. На дворе 21 век. А ты ещё не знаешь, сколько наночастиц содержится в твоём креме для рук? А в твоём инстаграме есть 3D-фотографии? Нет. Вот именно поэтому нам необходимо побывать в технопарке, который открылся в МФЮА. Ну или для начала посмотреть репортаж Анастасии Кузнецовой с его открытия. Город Москва. Метро Калужская. Московский финансово-юридический университет. За полгода пустые стены на первом этаже превратились в маленький город чудес современной науки. 15 октября здесь открылся детский технопарк «Наукоград». Вашим удовольствием посмотрел новый детский парк в вашей академии. Действительно удивительные технологии и самое главное – удивительные ребята, которые получают удовольствие от того, что они делают. Они делают не только настоящее, но и будущее. Самые передовые технологии уже здесь. Мне сказали, что здесь есть робот, который ответит на любой мой вопрос. Вот посмотрим. Привет. Привет, тебе. Он показывает мне сердечки. Сделать 3D-фотографию, поговорить с роботом, изучить геоинформатику и даже научиться определять количество наночастиц в косметических средствах. И это только малая часть. Мы хотели вообще создать учение в фабрике. Все это фабрика идей, где на таком волне индустриального потока генерируется множество новых идей, которые потом изменить наш мир. Полностью окунуться в атмосферу развития современных технологий поможет Музей развития науки и техники. Здесь собраны уникальные экспонаты, демонстрирующие технический прогресс с начала XIX века до наших дней. Еще раз хотелось бы отметить выставку, которая тут была организована. Было интересно посмотреть на разные научные приборы и сравнить достижения каких-то XVI-XVII веков с достижениями XXI века. Ну и это еще не все. Детский технопарк спрятал в себе немало секретов. Очень интересно узнать о технологиях будущего, потому что с этим мы все будем работать. Мы должны знать, как мы будем проектировать, что будем проектировать. Наш технопарк разносторонен. Он позволяет заниматься и дронами, и, пожалуйста, космосом, и программированием в 3D, и ландшафтным дизайном, и архитектурой, и изучением самолетов, авиации, космоса. Каждый ребенок найдет у нас свое предназначение в жизни. Приходите в детский технопарк «Наукоград», приобщайтесь к современным технологиям и меняйте мир к лучшему. Анастасия Кузнецова, МФЮА-ТВ. Не единственный, но уж точно неповторимый. Эти слова, как нельзя лучше, описывают первый этап самого музыкального конкурса, прошедшего в стенах нашего вуза. Сильные соперники, яркие номера, точное попадание в ноты. Все это зафиксировано специально для вас в репортаже Екатерины Башко. 21 декабря в корпусе МФЮА на Калужской состоялся первый этап вокального состязания «Голос МФЮА». Они обладают безупречным вокалом, однако их выбор пал отнюдь не на творческую профессию. Но благодаря главному песенному конкурсу нашего университета, у этих ребят есть уникальная возможность попробовать свои силы. До начала первого этапа остались считанные минуты. Самое время для того, чтобы поговорить с организаторами о совсем скоро ожидающем нас шоу. Конкурс «Голос МФЮА» разделен на три части, на три этапа, не считая кастинга. И в каждом этапе будет что-то интересное, что-то особенное. Участники продемонстрируют свой талант с разных сторон, продемонстрируют свое умение держаться на сцене, работать с другими участниками. Помимо слегка переживающих организаторов, нашли себе страшные участники, которые на все 100% уверены. Их выступление – билет во второй этап. Сегодня я исполню свою авторскую песню под названием «Моя жизнь». Этот трек, он с огромным смыслом, тем, что не нужно смотреть, не нужно ни на кого обращать внимание, ни на чужое никакое мнение. Кажется, шоу начинается. Все члены жюри заняли свои места, гости поудобнее расположились в зале. А на сцене уже появился ведущий для объявления первого номера. «Да-да, вы не ошиблись!» – это первый этап вокального конкурса «Голос МФЮА». Задача каждого участника заключалась в том, чтобы как можно ярче передать образ исполнителя и настроение песни, которую они выбрали для своего выступления. 13 талантливых вокалистов. За кем-то из участников зрители изумленно наблюдали, а вместе с другими по-настоящему веселились. Казалось, здесь каждый достоин места во втором этапе. Но конкурс есть конкурс, поэтому жюри сделало свой нелегкий выбор. «Таланты, и все чем-то выделяются. Вот что мне очень нравится, и мне было очень приятно тут». И во второй этап прошло 10 вокалистов. «Вообще стоит сказать, что первый тур прошел очень здорово. Это действительно была такая конкурентная борьба, и прошли действительно только лучшие». «Если ты хочешь заполучить звание лучшего голоса МФЮА, то эти советы специально для тебя». «Дорогие участники, пожалуйста, повторюсь еще раз, выбирайте песни себе по силам. Не пойте «Адель», не пойте «Уидни Хьюстон», не пойте великие вокальные произведения, которые, к сожалению, не сыграют вам на руку. Возьмите те песни, которые вы точно знаете, что вы споете, и я не сомневаюсь, что второй этап будет просто супер». В нашем конкурсе шанс на победу есть у каждого, поэтому рэп-исполнители тоже не остались без внимания. Представитель мужской половины жюри «Раша МС» замотивировал одного из участников в будущих этапах еще больше работать над собой. «А почему мы оставили такого экспрессивного парня, как его звали Карен? Вообще покорил просто, разорвал. Ну, потому что я люблю людей, которые не открыты. Это было не на том уровне, но я с ним сейчас побеседовал, и мы с ним договорились, что если на следующее мероприятие он подготовится хорошо, то я и должен организовать ему выступление на наших мероприятиях». Результаты объявлены, эмоции на пределе. Впрочем, смотрите сами. «Идея моего номера возникла вообще абсолютно случайно, и скажи, кто тебе помог, кстати, по-другому?» «Этот номер стал лучшим, между прочим, кстати». Режиссер моего номера Алина Шагаева. «Обращайтесь к вам, телефон и вы, да». «Я серьезно в шоке, потому что вокалом я не занималась никогда в жизни, чтобы вы понимали». «Девочки меня реально успокаивали, меня все успокаивали, за меня пришли болеть, это очень круто». Ну вот и все. Первый этап завершен. Реквизит убран, микрофоны выключены, а нам с вами остается только ждать. Ждать второго этапа главного вокального конкурса нашего университета «Голос МФЮА». Приходите на «Голос МФЮА». По теории шести рукопожатий каждый человек знаком с президентом, но ему хватило и одного. Поверьте мне, это не единственное, чем может похвастаться Эрнест Мацкевичус. Журналист поделился своими знаниями со студентами МФЮА на мастер-классе и дал эксклюзивное интервью нашей коллеге Элизи Мартиросян. В эфире телеканала «Россия. Большие вести» в студии Эрнест Мацкевичус. Здравствуйте. Главные события этого четверга в нашем выпуске. МФЮА попал в «Вести». Вернее, в «Вести» попали в МФЮА. Еще вчера он брал интервью у Владимира Путина, а сегодня у него берем интервью мы. Знакомьтесь, Эрнест Мацкевичус. Женат. Есть дочь. Выходит из телевизора только для того, чтобы пообщаться со студентами. Считает профессию журналиста лучшей в мире. Мы, во-первых, рады приветствовать вас в стенах МФЮА. И я предлагаю сразу приступить к нашему диалогу. В вашем интервью для «Вести Кубани» вы отметили, что профессия журналиста – лучшая профессия на земле после профессии врача, хотя они очень близки друг к другу. И вот хотелось бы еще раз услышать от вас, в чем же заключается их сходство. Журналист – это человек, который ставит диагноз обществу, который, изучив всякие симптомы, может потом делать свои выводы и представлять эти выводы зрителям. И также это человек, который от имени общества задает определенные вопросы и находит их ответы. Либо сам, либо ретранслирует эти вопросы властям-придержащим. Но сходство не только в этом. Сходство еще в том, что журналист, как и врач, имеет определенную ответственность. И временами эта ответственность невероятно высока, потому что от этой ответственности зависит судьба конкретного человека, жизнь конкретного человека. Иногда состояние общества, в котором журналист живет. И вот этот принцип «врачебный не навреди», когда хирург со скальпелем должен очень точно понимать, надо ли ему делать надрез, надо ли ему залазить внутрь и вырезать тот орган, который уже нацелился вырезать. Или все-таки подождать, последить за консервативным лечением, понаблюдать в анамнезе, что там происходит. Вот соображения, которыми руководствуется журналист, человек, который выходит в публичное пространство со своими диагнозами, оно очень схоже на то, что делает доктор. Плотный график, постоянная включенность в работу и новости 24 на 7. Все это не мешает журналисту прекрасно выглядеть. Эрнеста Гедровича зрители любят, благодарят и, что самое главное, верят. Однако звездой он себя не считает и вам не советует. Телезвезда – это последнее слово, которым хочется себя назвать, когда выходишь с работы. Прямой эфир? Вот звезда – это последнее слово, которым хочется себя назвать. Поскольку нет предела, наверное, совершенства, и какой бы замечательный эфир ни был, все равно там будут какие-то блохи, подводные камни. Ну и чисто вкусовые вещи, способные вызвать недовольство, может быть, раздражение. На пути к мечте подстерегает много трудностей. Но, как утверждает Эрнест Гедрович, главное – верить, и все обязательно получится. Я бы посоветовал вам по-настоящему понять, определиться в себе, разобраться и понять, что такое ваша мечта, чем вы по-настоящему хотите заниматься. И вот если вы это уловили, если вы это почувствовали, идти к этой цели до конца. Поэтому, друзья дорогие, если вы хотите добиться той цели, на которую нацелились, просто верьте в себя. Верьте в себя и делайте все для того, чтобы ее добиться. Вот я вам отвечаю – у вас получится. Интервью Эрнеста Мацкявичуса. Полную его версию смотрите на YouTube и в официальной группе МФЮА ВКонтакте. У меня никак не загрузится фото в Instagram. А что ты выкладываешь? Очередное селфи на пони шторы? Ха-ха, очень смешно. Вообще-то я хочу попасть в рубрику «Инстатоп», чтобы мое фото показали в следующем выпуске. Подожди, что за рубрика? Куда и какое фото? Ты, как обычно, ничего не знаешь. Смотри сюжет. Яркие костюмы, красивые тембры и масштабные декорации. Нет, это я не о концерте какого-то популярного певца. Участники первого этапа музыкального конкурса «МФЮА Голос» доказали, что невозможное возможно. Так зрители увидели на сцене не только своих однокурсников, но и мировых знаменитостей. Побывать на съемках прямого эфира Международного молодежного фестиваля социальной рекламы «Арт Старт» посчастливилось студентам МФЮА. Церемония награждения победителей прошла в творческой атмосфере, а заслуженные статуэтки нашли своих героев. Одна из главных новостей открытий детского технопарка «Наукоград». Робототехника, программирование, архитектура и многое другое. Здесь каждый может почувствовать себя самым настоящим ученым. На этой праздничной ноте мы заканчиваем новогодний премьерный выпуск программы «В курсе» и присоединяемся к поздравлениям наших студентов и преподавателей, которые прямо сейчас прозвучат в эфире. Не забывайте подписываться на аккаунты МФЮА в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. С Новым Годом! С Новым Счастьем! И будьте всегда в курсе! Уважаемые коллеги, студенты и преподаватели! Поздравляем вас с Новым Годом! Желаю в Новом Году счастья, здоровья, много улыбок! Следующий год — год собаки. Я надеюсь, что он будет для всех хорошим. Главное, чтобы следующий год был намного лучше предыдущего. Я вас всех люблю и вам желаю очень много любви. И еще больше, чем у вас было. Желаю всем отлично сдать сессию и провести замечательные каникулы. Главное помнить, что в Новый Год главное — это семья. И отмечайте семья и Новый Год. Преподавателям хочу пожелать хороших студентов. Студентам хочу пожелать хороших оценок. И чтобы они очень хорошо провели новогодние каникулы. Что пожелать дорогим студентам в наступающем 2018 году? Творческих успехов, успехов в учебе. Чтобы у вас было много друзей, верных, как это делает наша любимая собачка. С Новым Годом! Дорогие друзья, коллеги, студенты МФЮ, от всего сердца поздравляю вас с Новым Годом. Желаю вам счастья, успехов, достижения и поставленные цели. Вы самые лучшие. Я уверен, что вы достигнете всего, чего искренне пожелаете. Успехов вам в Новом Году! Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники, строители Московского финансово-финансовического университета, Московского информационно-технологического университета, Московского архитектурно-строительного института. Я вам желаю счастья, успехов. Год был трудный, но мы его победили. Дерзайте! Старайтесь! Никогда никого не слушайте. Учитесь хорошо. И не слушайте тех, которые говорят, что вам это не по силам. Счастья, здоровья и любви в Новом Году и к новым победам во имя торжества нашей Великой Родины. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова